А на даче все иначе. Небо выше, солнце ярче. Здравствуйте, с вами Виталина Хомякова и телеверсия журнала Сады и Огороды Приморья. Апрель на календаре, в выходные мы спешим на дачу с рассадой и домашними питомцами. У моих знакомых кот и собака внимательно следят за сборами. Как только в доме появляется какая-то большая сумка или рюкзак, пес не выпускает ее из поля зрения, а кот так вообще укладывается сверху. В общем, оба демонстрируют готовность номер один и очень волнуются, чтобы хозяева не уехали без них. Сегодня поговорим о самых важных весенних заботах, обрезке сада и приобретении саженцев. Главный врач медицинского центра Асклепии Ирина Клименко расскажет нам, как уберечься от клещей. А начинающим садоводам-огородникам мы дадим совет, как вырастить суперранний урожай огурцов. Начинаем! Дачный сезон открыт, и пока одни занимаются приготовлениями к посадкам и посеву, есть садоводы-огородники, которые вот-вот начнут собирать первый урожай. Такой опыт пригодится и нам. Отправляемся в СНТ Черемушки-1 на участок семьи Петручак. А вот огурцы уже у нас высадил мой супруг в тепличку. Огурцы были высажены, посеяны в стаканчики 1 апреля. Огурцы в теплице выращиваю гибриды, партинокорпические. Потом в середине лета мы добавляем еще 6 штук. И нам вполне на 3 семьи 12 огурцов хватает даже заготовки делать. Выращиваются огурцы в один ствол, убирая все боковые пасынки. Высота теплицы 2,70 позволяет высоко подниматься огурцу. По мере упирания в крышу опускаем плеть до определенного периода. Потом где-то в середине лета уже огурцы пускаем в дикий, как говорится, свободный рост. В основной теплице приходится делать дополнительную тепличку, дополнительную тепличку, чтобы огурец достаточно хорошо развивался. Огурец в основном растет у нас ночью, и ему нужна температура, чтобы внутри была хотя бы 15-16 градусов. Тут у меня еще идет греющий кабель. Я его поставил в полипропиленовую трубу. Это достаточно безопасный способ. И включаю на ночь через таймер. У меня ночные часы, еще дополнительная вот эта вот маленькая тепличка снутри обогревается дополнительным обогревом электрическим. Иначе к 20 мая огурец вырастить не получается. А у вас таки получается? Ну, получается. 20 мая, ну, плюс-минус 2-3 дня, первые огурцы уже там по 5-6 штук мы пробуем. Они могут и до осени здесь расти, но они по мере, пройдет 2-2,5 месяца, они начинают болеть. Поэтому проще всего делать второй этап. Я высаживаю уже без всяких укрытий на вторую часть трехметровую грядочки. А эти просто-напросто выкорчевываю и убираю для того, чтобы не мучиться, никакой химии их не лечить. Ну, и получать здоровые уже следующие. Ну, нам вполне хватает. С каждого куста, с каждого растения, в среднем получается по ведру огурцов. С вами Виталина Хомякова и программа «Сады и огороды Приморья». Наши предыдущие выпуски можно посмотреть на сайте sadprim.ru в разделе видео. А я напоминаю, что в начале апреля вышел второй номер журнала. Партнеры нашего издания – мебельный салон «Дом», ООО «Сфера Кадастр», садовые центры «Флоригина» и «Загород», а также Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии и центр флебологии. Лечение любой стадии варикоза лазером в центре флебологии. Устраняем варикоз, предупреждаем тромбоз. Современное оборудование – клиника экспертного уровня. Центр флебологии. Лазер вместо скальпеля. Вы смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Как вы думаете, что должен сделать дачник, если перед ним стоит настоящий агроном? Конечно же, срочно задать ему кучу вопросов. Что мы сделали, встретив известного садовода, агронома и руководителя сада «Династия» Анатолия Шагяхметова. Самые актуальные – о сроках прививки и весенние обрезки. Все задают вопрос. Сроки обрезки плодовых деревьев у нас на юге Приморского края? Вам сразу отвечаю. Первая обрезка у нас делается в конце октября-ноябре. Это санитарная. То есть сухая, больная. И там, где ветка отломилась, там, ну, понимаете, от урожая и так далее. Заделка ран. Вторая основная обрезка у нас весенняя. Она в основном у нас начинается в марте. Может быть, даже если тепло и в феврале. Мы обрезку заканчиваем примерно до середины апреля. Зависит от погодных условий. То есть, в принципе, до начала хорошего сокодвижения. Мы должны закончить обрезку все. Если мы делаем прививку в крону, вы понимаете, в крону, то абрикос, слива, персик – это вот сейчас примерно до середины апреля. А если мы делаем яблоню и грушу, то если у вас черенки лежат в холодильнике, то яблоню и грушу черенком я могу привить и в конце мая, и в начале июня. Это телеверсия журнала «Сады и огороды Приморья». А наш следующий сюжет – дачно-медицинский или профилактический. Весна – время активности клещей. По статистике, объектами нападения клеща довольно часто оказываются дачники. Главный врач медицинского центра Асклепий Ирина Клименко расскажет, что делать тем, кто не прививался от клещевого энцефалита в конце зимы. Для тех, кто не привился с осени, сейчас единственная возможность предохраниться от присасывания клещей – это использование правильной одежды, соблюдение правил поведения в лесу или на дачном участке, использование репеллентов, которые отпугивают клещей, или использование корицидных средств, которые убивают присосавшихся клещей. Для тех, кто выезжает на дачу, мы рекомендуем одеваться в одежду светлых тонов, из гладких тканей, периодически осматривать себя, своих питомцев и своих детей. И при возвращении домой обязательно принять душ, снять с себя одежду и еще раз внимательно осмотреться. Плановую вакцинацию от клещевого энцефалита необходимо начинать с осени, сделать две прививки осенью и одну прививку весной, примерно в марте или в начале апреля, за примерно две недели до наступления теплого периода и периода распускания листьев на деревьях. В течение двух недель после последней прививки человек остается уязвим для развития клещевого энцефалита, поэтому нужно позаботиться о себе заблаговременно. В случае, если все-таки вы заметили на себе клеща, необходимо обратиться в наш медицинский центр, где мы можем оказать вам весь комплекс медицинских услуг от удаления клеща, исследования его на вирус клещевого энцефалита и комплекс клещевых инфекций и введения противоклещевого иммуноглублина, если есть показания для этого. Если вы заметили клеща, присосавшегося на вашем домашнем животном, необходимо надеть перчатки, удалить его самостоятельно или прибегнуть к услугам ветеринара и отнести его на исследование в лабораторию, для того, чтобы вы все могли убедиться, что он не инфицирован вирусом клещевого энцефалита и не представляет опасности. Домашние животные, кошки и собаки не болеют клещевым энцефалитом, но они могут быть переносчиком и опасны, как промежуточный хозяин, переносящий клеща от своего обитателя к человеку или к его детям, поэтому только как переносчик. Вернувшись домой, если у вас есть домашние животные, осмотрите их тоже для того, чтобы они не стали источником повышенной опасности для вас или ваших детей. В одном из осенних выпусков программы мы рассказали о грушевом саде Виктора Ивановича Редько. Сегодня откроем секрет большого урожая. Это обязательная и правильная весенняя обрезка. Сделать ее нужно в ближайшее время. Это северная сторона, и здесь сверху много затенения будет. С этой стороны проводник стал высоким. Его надо убрать. Это пусть побудет еще один год, на следующий год ее убрать. Продолжение будет развития вот на эти ветки. Здесь лидер вот эта ветка. Здесь западная сторона, она быстро здесь зарастет, поэтому ее убрать для того, чтобы уменьшить крону. Дать возможность сладоносить. Это все зарастет. На этом дереве привито два сорта. Груша яблока или пингали и толгарская красавица. Значит, срезано несколько веток, чтобы крона была. Этот побег я оставил для того, чтобы потом вот так вот его нагнуть, немножко подрезать, и он заполнит вот это место все. Зачем обрезаем деревья? Ведь можно сказать, что чем больше на дереве веток, тем больше плодов. Но оказывается, здесь работает другая логика. Оставишь лишние ветки, плодов не прибавится. И даже наоборот. Плодов не будет столько много. И они могут не вызреть, потому что это южное растение. Ему надо света много. И чем будет больше плодов, тем они будут не дозревать совершенно. А после обрезки, когда, казалось бы, от груши почти ничего не осталось, урожай созревает гарантированно. 15-20 килограмм не хватит с этого дерева. Обычно при обрезке вырезают или укорачивают пересекающиеся ветки. Много плодовых почек, но я буду подвязывать их. А, и она вот так отойдет немножко. Отойдет она, и все. Здесь плоды будут, они 150-200 грамм плоды. Она под весом плодов еще и осядет. Китайский сорт, я назвал его лампочка. То есть привита в штамп, но она, рост у нее только вверх. А когда начинает свисти, ветки загибаются вот так вот. Вот сейчас надо думать, что тут убрать, что оставить. Она вот даже из параллельных веток выпускает вот такие стрелы и уже в почках вся. Потом наклонится вот так вот. И все это висит вот огрозьями. Груша-лампочка – одна из любимец хозяина. И очень нравится его внукам. Этой яблоне 6 лет. В прошлом году урожай был около 10 килограммов. Видите, вот здесь были, вот это будет уже четвертый год плодоносит. Вот уже какие кольчатки. Это на кольчатках 2-3 плодовые почки. Это двухлетка. Здесь одна почка цветочная. Здесь по 2-3. Груш достаточно будет. Виктор Иванович, ну так безжалостно отрезали. А на самом деле это же вот ценный материал прививочный. Да, это прививочный материал. Это однолетний побег. Его можно брать на прививку. Вот прямо любой из этих побегов. Да, и этот, и этот. И вот этот. И вот этот. Так, вот а что с этим? Как раз здесь все плодовые почки. И такие побеги, мы объясним, что мы на прививку не имеем. Такие побеги на прививку сложно их привить. И вот побег, побег. Однолетний, но он может засвести. А цветочные почки, как правило, нежелательно, потому что... Да, надо обрывать цветочки. Это не так, что привил с цветочными почками и тут же прям получил урожай. Иногда получается. Да, что, даже иногда так бывает. Ну, это, наверное, только у таких садоводов, как вы, Виктор Иванович. Да, бывало у меня. А эта ветка в ладошках, пускай цветет. Потому что ей осталось, ну, маленько жить осталось. Значит, здесь вот эта ветка, она как лидер, ее надо убрать. Ну, когда делаем обрезку, сохраняем крону шарообразную или раскидистую такую. Значит, вот эта ветка пригнуться должна. А, значит, вот эти побеги, это побеги дикой груши. Они ниже прививки. Да, они ниже прививки, которая первоначально была. Я ее оставлю для того, чтобы на нее привить эту же грушу, срезать все и на ней основать новое дерево. А здесь еще один лидер, которого нужно убрать. Виктор Иванович, давайте объясним, что такое лидер, вот тем, кто не знает. То есть вверх идет, и по отношению к другим веткам он лидирует. И на него пойдет весь отток питательных веществ. И поэтому убрать его, чтобы он не мешал другим плодоносить. После обрезки все срезы нужно обязательно обработать. После среза пилой нужно зачистить до... Чтобы плоскость была ровнее, потому что после пилы рваные раны. Вот это защищается. Я замазываю или железным суриком на алифе. Потому что вар во влажную погоду, при дожде, он отстает. А сурик не отстает. Тем более на старом дереве, вот посмотрите, сколько здесь осталось жизни. Вот только немножко, вот полосочка. А это все сухое уже. Но она будет еще жить. Срезы молодых веток также требуют обработки. Края коры срезаются до ровной поверхности. И сейчас трехпроцентным раствором медного купороса раза два-три пройти, чтобы просохло все. А потом также можно краской, ну и в крайнем случае садовым варом. Виктор Иванович в своем саду не только убирает лишние ветки, но еще и часть завязавшихся плодов. Такая процедура называется нормировкой урожая. Ну вот, на ней будет очень много груш. Я в каждом соцветии убираю все, кроме двух. Тогда они большие, 150-200 грамм. Убираю я, когда они примерно, ну, сантиметра, полтора-два в диаметре. Уже завязались? Да, уже завязались. Я смотрю, какие красивые те оставляю. И безжалостно. Даже красивых, если много, убираю. Весна довольно тревожное время с точки зрения обострения разных хронических заболеваний. У дачников тоже происходит обострение сажальной болезни. Это когда нужно срочно посадить и купить всего и много. Болезнь опасна тем, что покупки совершаются импульсивно у случайных продавцов на стихийных придорожных рынках. Саженцы из Омска, Томска и прочих мест перекупщики предлагают в большом количестве. И цены у них отличные, и морозостойкость высокая. Правда, гарантий никаких. В этой ситуации мы настоятельно рекомендуем остановиться, подумать. А за саженцами ехать в питомники. Причем убедитесь, что питомник – это не ангар, забитый тем же привозным посадочным материалом. В настоящем питомнике есть маточники, есть грядки и школки, где подрастают саженцы. В питомнике вам обязательно расскажут, что на что привито, с удовольствием покажут, как они выращивают плодовые и декоративные культуры. А еще дадут вам множество советов, как заложить сад. В один из таких питомников мы вас и приглашаем. Это питомник Сады Севера. Для сада, даже если вы еще дом не построили, сад уже нужно закладывать. Для этого нужно что? Обязательно яблоня. Яблоня, она всегда в любом саду должна быть. Обычно берется так – ранняя, средняя, поздняя. Для чего? Для того, чтобы на весь сезон были яблоки, а не в один момент от плодоносила у всех, если у вас нет. Груши, естественно. Можно, допустим, приобретать деревья, вот как я делаю, дерево-сад. Здесь вы приобретете два или три сорта яблок, значит, если маленькая территория у кого-то, да, так же и груши, так же и абрикосы. Можно несколько сортов на одном дереве иметь. Если в вашем саду уже есть яблони, которые у вас плодоносят, получаете вы урожай, то по большому счету пора переходить к экзотике. Вот могу представить вот такие вот яблони шикарные. Они невысокого роста где-то до 2-2,5 метра. Эти яблони цветут красными цветами. Осенью выдают яблоки где-то 250, почти 300 граммов крупные. Внутри мякоть красная. Они так и называются, красно-мякотные. Их несколько сортов. Красно-мякотная бая-мариса. Бая-мариса. У кого-то мало территории, допустим, да, поэтому мы делаем дерево-сад. А дерево-сад, значит, я сюда хонай-крисп привила. Хонай-крисп – это медовый хруст. Сейчас о нем немножко расскажу. Это тоже яблоко позднее. Яблоко тоже красного цвета, но мякоть обыкновенная. Но в переводе это медовый хруст. Яблоки крупные, очень вкусные. Вот она прививочка. Сделав прививочку, я вворачиваю фольгой. Для чего? Для того, что у нас бывают возвратные заморозки, да. Для того, чтобы почечка была сохранена, раз. Второй, значит, момент такой. Для того, чтобы не было выветривания привитого сорта. Чтобы череночек у нас находился в таком комфортабельном состоянии. И чтобы птички, они любят у нас весной, не обкулевывали эти молодые почки. Чтобы прививка сохранилась. Фольгу убираем, ну, я убираю где-то в июне месяце. Не бойтесь выращивать в своем саду такую разновидность растений, как персик. Вот этот персик неукрывной. Вот такой большой укрыть его просто невозможно. Прекрасно зимует. Плоды примерно 100-120 граммов с правильной обрезкой. Видите, середина должна быть пустой и освещаться хорошо солнцем. А периферийные ветки вот дают хорошие крупные плоды. Поэтому этого бояться не надо. И в каждом саду, в наших дальневосточных условиях, должен расти южный плод. Очень вкусный. Этому дереву 8 лет. Видите, особо много места он не занимает. Что еще могу сказать? Можно также вот прививочки. Вот они, прививочки. Видно их? Если можно. Эти прививочки, значит, здесь можно на этот персик также прививать. Либо другого сорта персик, либо, как я привила, привила самый поздний абрикос. Тоже можно сделать дерево-сад. Сэкономим время, ой, место в вашем саду. Вот это вот саженцы персика молодые. Как я вам рассказывала, что персик это не укрывной. Из вот этих растений вырастет точно такое же большое дерево. С хорошими вкусными плодами. В вашем саду обязательно должен быть абрикос. Абрикосы бывают разных сортов. Вот в данный момент я показываю дерево. Это абрикос шалах. Или еще его называют ананасный. Потому что он с приятным очень вкусом и ароматом. Абрикос сам по себе крупный. От 80 до 120 граммов. Опять же, все зависит от формировки. Формировка это не очень сложная вещь. Просто удаляем мелкие ненужные ветки, которые растут вовнутрь. Которые забирают на себя силу. Если у вас уже сформировано место. И под сад. И вы знаете точно куда посадить. Можно взять уже большое деревце. Которое в этом году выходит на плодоношение. То есть вы уже будете получать плоды в этом году. И еще хочу сказать, что в саду должен быть, конечно, кишмыш. В народе называют кишмыш. Правильно, актинидия. Это очень вкусный и полезный плод. Вот так вот выглядит черенковочка. Черенковка молодых будущих саженцев. Вот она. Сорта разные. Сейчас самые крупноплодные сорта идут. Сортовые вещи. Такие киевские крупноплодные. Есть шикарный медовый титан. Так что зимуют шикарно. Без укрытия. Иногда сталкиваемся с такими вопросами у людей. Растут ли черешни у нас? Многие думают, что нет. Это все южное. Вот, пожалуйста, перед вами. Представляю вам. Это черешня ревна. Зимостойкость великолепная. Уже давно в ножке поклониться нашим селекционерам. Они добились того, чтобы были северные сорта. Чтобы у нас это все росло. Вот здесь вот школка вишни и черешни. Вишни западные. Сейчас очень шикарные сорта. Крупноплодные, как черешня. Вишни. Сладких сортов. Все думают, что вишня кислая. Нет. Сладчайших сортов. Слад ведь не может ограничиваться только плодовыми деревьями. Понятно, что это плоды. Это вкусно. Должно быть еще и радостно глазу и душе. Поэтому есть сортовые сирени разных сортов. От белых, сиреневых, синих, красных, желтые есть сирени. Шикарные сорта, которые можно делать хорошие композиции, которые будут вас радовать. А дальше у нас идут сирени. Еще есть низкорослые, такие как мейра. Есть красные, есть фиолетовые. Это метр двадцать. Очень красивые кусты. Магнолия зибальда, которая прекрасно зимует, прекрасным ароматом. Крупные цветы на первом плане шикарные. Березы есть, кого интересуют. Березы с белым стволом, красный лист, плакучий. Тоже очень хороший сорт. Розы канадские, которые зимостойкость минус 40, минус 42. Зимует шикарно, цветение обильное. В общем, сад без хлопот. То, что зимует, и укрывать не надо. Помимо саженцев плодовых и декоративных культур, в питомнике сады Севера можно приобрести саженцы липы, которые вы можете посадить или в дальнем уголке сада, или за забором. Можно выйти за пределы территории усадьбы своей, но это дерево должно быть. Это шикарный аромат. Это пчелы, которые будут опылять ваш сад. И из лепестков цветов вы можете заварить прекрасный вкусный чай. Вы смотрели телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». Наши партнеры – питомник сады Севера, медицинский центр «Асклепий», компания «Сельский блюз». А наша программа подошла к концу. Нам пора прощаться. Я желаю вам хорошей погоды, солнца, тепла и весеннего настроения. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok